Но подушка ей явно не нравится Всегда хотела проверить, работает ли реально Когда меня не будет дома Алиса опустошит быстрее Итак, секундомер пошел А теперь вторая половина пачки Сейчас мы этот лайфхак проверим Привет, я Энни Мэджик И со мной тут мои животные И вам так понравилась рубрика Проверка лайфхаков для питомцев Что вы собрали очень-очень много лайков на прошлом ролике Поэтому сегодня новый выпуск Подписывайся на мой канал, чтобы никогда не пропускать новые видео И начнем Наконец-то наступила весна И мы все очень рады Хочется поскорее пойти гулять Но для начала, ребят, я должна вас предупредить У меня большой опыт жизни с собаками, как вы знаете Я теперь еще и с кошками в том числе И я знаю, что весной начинают вылезать блохи Они появляются на улице Когда температура становится больше нуля градусов И это очень опасно для наших животных И не просто потому, что типа это блохи Фу, какая гадость А еще и потому, что они переносят самые страшные, ужасные заболевания И мы к этому моменту с вами должны быть во все оружие Только какое оружие выбрать? Как быть тем, кто недавно завел животное и вообще не знает, что делать? Вы наверняка помните из моих видео, что я часто хожу в магазин 4 лапы И вот я там недавно была И реально довольна тем, как все устроено Там был очень милый ветеринар, который уделил мне время Рассказал все про капли, таблетки, спреи, ошейники Как их использовать, как можно правильно их применять для питомца И самое крутое, это то, что если вы сомневаетесь о том, как правильно наносить препарат Вы можете прийти в любой зоомагазин 4 лапы Сместе с питомцем купить препарат И вам его бесплатно помогут нанести Я считаю, что это очень круто И реально помогает тем, у кого ну просто нет опыта А разобраться во всем многообразии можно на очень удобном сайте Забота.4лапы.ру Здесь, ребят, можно и почитать еще раз повнимательнее про препараты Повыбирать с помощью фильтров А если возник вдруг вопрос, здесь же его задать напрямую ветеринару А еще тут расписаны все акции В 4 лапах есть акции практически на все препараты, которые мне нужны Лично я, например, выбрала для своих собак из себя комплексную защиту Капли плюс ошейник, а еще спрей для своей одежды Так что теперь мои все пушистики в безопасности А для вас я оставлю ссылки там внизу в описании И очень рекомендую вам позаботиться о своем питомце заранее, чтобы он не заболел Начинаем проверять лайфхаки для котиков и песиков Соберем очень много лайков и будет следующий выпуск И обязательно пишите внизу в комментариях, какой из лайфхаков вам понравился больше всего Какой вы, например, проверяли, может быть Или хотите, чтобы я проверила какой-то лайфхак Кстати, из инстаграма У нас тоже есть инстаграм, у моих питомцев и у меня Не забывайте подписываться Если вы работаете за компьютером, а клавиатура находится прямо на столе То наверняка Странно, а у кого-то клавиатура в другом месте находится То наверняка знаете, насколько кошки любят расположиться прямо на клавиатуре Или дефилировать из стороны в сторону по столу Это точно Это любимое занятие Алисы, когда я монтирую И почему-то вот просто так Она там не бывает Она именно это делает, когда я работаю Чтобы обеспечить себе спокойствие во время работы, достаточно поставить на столе рядом с собой картонную коробку Кошка наверняка захочет в ней полежать Давайте проверим Обычно Алиса делает именно так Она сидит либо прямо перед экраном, еще начинает там и ловить мою мышку Либо, да, вот так вот шлепает по клавиатуре, попадая в любые буквы Или вообще просто ложится прямо у меня перед носом А выгнать эту милоту, конечно же, невозможно, поэтому приходится терпеть У меня есть вот такая вот прекрасная коробочка под Алискин размер с поролончиком внутри И мы попробуем положить его где-то здесь И будем ждать, что произойдет И да, ребята, еще через 5 минут коробка победила окончательно Она... Алиса предпочла лежать все-таки в коробке, как какое-то волшебство Надеюсь, ты больше не будешь мешать мне работать, Алиска Отпугивающий кошек и собак от предметов Чтобы отучить животное посещать какое-то приглянувшееся ему место, нужно Взять эвкалиптовое и лимонное масло Они у меня есть Обычную воду Вот здесь она у меня уже заранее в пульверизаторе И жидкое мыло и желательно прозрачное Теперь нужно наполовину заполнить бутылку водой Я уже это сделала И после этого добавить около 10 капель эвкалиптового масла И столько же лимонного Сейчас я добавлю сюда наше масло А теперь нужно добавить сюда жидкое мыло Немножко и желательно прозрачное Потому что вы будете брызгать якобы этой водичкой на предметы И могут оставаться следы Теперь нужно все это хорошенько перемешать Пахнет очень вкусненько В том месте, где ею побрызгать, питомец больше не появится Поскольку животные не переносят запах эвкалипта и цитрусовых Сейчас мы поставим сюда коробку самую обыкновенную И вы увидите, что киса Алиса, как настоящая кошка и любитель коробок, по-любому в нее залезет Как я и говорила, киса Алиса никогда не пройдет мимо картонной коробки А теперь побрызгаем коробку нашей жидкостью Киса Алиса принюхалась и решила, что эта коробка больше ей не нравится И ушла в свой домик Софиш, залазь на подушку Побрызгаем нашу подушку цитрусовым спреем Иди на подушку Софиш, иди на подушку Не нравится? Не хочет залазить на эту подушку Вот, ну никак Давай Софи понимает, что команду вроде как нужно выполнить, но подушка ей явно не нравится Ну что ж, этот лайфхак с цитрусовой жидкостью реально прошел проверку И я его одобряю и даже жалею, что я никогда о нем не знала Я безумно много раз видела этот лайфхак в интернете и всегда хотела проверить, работает ли реально эта конструкция Фишка в том, что нужно соединить две бутылки Я взяла 0,5, иногда можно взять и 1,5 литра, и 2, и 5 литров Вариантов соединения немного В основном все предлагают сделать это при помощи скотча По сути, вторая бутылка нужна лишь для того, чтобы придерживать первую и не давать ей упасть, когда она будет вот так вот находиться в миске В итоге я откручиваю крышку из бутылки и вставляю ее вот сюда в миску Вода стекает Хотя по закону физики все, наверное, логично Вода не будет опускаться, пока отсюда она не будет уходить То есть пока часть пробки закрыта водой, она не будет опускаться вниз Как только отсюда вода начнет уходить, когда животное его выпивает, она отсюда начнет спускаться Лайфхак с поилкой оказался реально рабочим, и это очень круто, особенно когда у тебя 4 собаки Еще один DIY лайфхак, который очень распространен в интернете, это лежанка штаны У кого собаки или кошки очень любят лежать на коленках И вот если вас нет дома, то вы можете сделать из своих старых джинсов Таким образом не выбросить их Приятное для питомца местечко, которое еще и пахнет вами Софиша очень любит лежать у меня на коленках Посмотрим, захочет ли она расположиться на такой вот лежаночке в виде моих ног Так, Софишка устраивается поудобнее Все Юми, правда, обожает лежать у меня на коленках, в ногах, где-нибудь вот так вот расположиться Поэтому мне кажется, ей понравилась эта лежанка И она будет чувствовать себя комфортно, когда меня не будет дома В конце концов, наши ноги заняла киса Алиса Ребятам осталось лишь смотреть на меня с пожеланием сделать еще вот таких ног Ведь киса Алиса у нас думает, что она королева и все вокруг ее рабы Теннисный мячик специально для нас с надписью Magic Мы его разрезаем, а внутрь кладем самое любимое лакомство И так понятно, что теннисный мяч с лакомством внутри у нас сработал Собаки реально играют, развиваются, пытаясь достать вкусняшку, особенно если там любимый корм А еще один лайфхак с теннисным или другим мячом, это положить его в собачью миску для замедления, чтобы собака ела не так быстро и не давилась Я уже его показывала, и он реально работает Но вот интернет нам предлагает такие лайфхаки для котиков Да, киса Алиса Чтобы кошка ела не так быстро, положить еду не в обычную миску, а в плоскую тарелку Типа кошке будет казаться, что еды больше, и она будет есть гораздо медленнее Алис, ты куда пошла? Кошки гуляют сами по себе Мне этот лайфхак подойдет, если он сработает, потому что Алиска у нас была беспризорница Я вытащила ее из канализации, поэтому она очень любит покушать и ест быстро И всегда паникует, если еды нет Обычная Алискина миска, то есть глубокая И плоское блюдечко, Алиса уже хочет покушать что-нибудь А мы с вами засечем время Киса Алиса сейчас у меня кушает натуральную еду, потому что я пока что в поисках подходящего для нее корма Поэтому будем пробовать на пачке кошачьего корма, который прислали нам в посылке подписчики для кисы Алисы Мы ее разделим идеально пополам и посмотрим, какую из мисок Алиса опустошит быстрее Итак, секундомер пошел Я редко балую кису Алису подобными вещами, и мы стараемся соблюдать правильное питание А она сходит с ума от одного только вида этих мягких кормов И может с легкостью съесть целую пачку для котят Пол пачки в плоской миске Алиска осилила чуть меньше, чем за 4 минуты А теперь вторая половина пачки Разница примерно 30 секунд Все кошки любят точить коготки, особенно если они у них есть Если вы не обрезаете их им, что я отказалась, например, для себя делать И поэтому Алиса, настоящий кота-монстр, она ее просто уничтожила Когтеточкой может быть и обычный кусок какого-нибудь поролона Так ли это мы сейчас проверим Предложим Алисе пару кусочков поролона Один будет мягкий, а другой потверже, более похожий на пенопласт Проблема поролона в том, что он очень сильно рвется И да, кошка-то, может быть, его подерет И даже можно его где-то закрепить Но вся квартира, весь дом будет в маленьких вот таких вот черных кусочках Белым, например, она вообще не заинтересовалась Если у вашей собаки или кошки накопилось статическое электричество на шерсти Можно убрать его с помощью влажных салфеток Сейчас мы этот лайфхак проверим Я думаю, все сталкивались со статическим электричеством и знают, что это такое И мне кажется, если этот лайфхак работает, его можно использовать и на людях В смысле, на человеческих волосах Лайфхак, как логично было ожидать, наверное, с влажными салфетками сработал Не знаю, пригодится он вам где-нибудь в жизни или нет Нужно взять любую пластиковую баночку Можно даже и стеклянную, но она просто будет очень тяжелая А вам придется носить ее с собой Добавить туда шампуня собачьего совсем немножко, чуточку Ух ты, как красиво! Все это хорошенько перемешать И все! И теперь с этой баночкой, вот таким вот дополнительным поладенчиком Вы отправляетесь со своим питомцем на прогулку И потом, когда вам нужно вернуться домой или зайти в какое-нибудь помещение Вы можете использовать эту банку как лопомойку Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк И все! Вытираем насухо Конечно, наверное, проще взять с собой специальные влажные салфетки Или купить лопомойку Ну что ж, вот такие лайфхаки мы проверили в этот раз Надеюсь, вам понравилось Ставьте лайк и переходите по ссылочкам на новые видео на других моих каналах И увидимся скоро в новых роликах Пока!